Вечерний джем Вечерний джем Вечерний джем Каждый день Бобби гуляет рядом с лотерейной компанией в ожидании щедрых посетителей. Как только Бобби видит, что человек достает деньги, он сразу включает все свое обаяние. Если прохожий дает ему банкноту, он берет ее в зубы и бежит в ближайший магазин. Но не как все мужики, а за своей любимой едой с сосисками и куриными крылышками. Кстати, владельцем вот этой самой лотерейной компании является его хозяйка Вонг Чунь. По ее словам, последние 5-6 лет 8-летний пес покупает себе еду самостоятельно. Вот какой четвероногий молодец. Да, хороший пример для подражания. Ну а сейчас переносимся в Америку. Американский фотограф, фрилансер Кмарк Херш во время одного из обычных авиаперелетов сделал из иллюминатора захватывающую фотографию города Чикаго, отражающегося в озере Мичиган. Он захватил просвет в облаках, в котором видны тени, отбрасываемые небоскребами на гладь озера. Но так удачно, что кажется, будто это перевернутый вверх ногами город в золотом небе. По словам Херша, фото было снято с одной попытки на обычный айфон, когда он привычным рейсом летел домой из командировки. Вот так бывает. Дело было в облачный день, ближе к вечеру. Насколько снимок вышел удачным, он сам понял только дома. Когда просмотрел его на компьютере. Я увидел, наверное, кучу лайков там поставленных. Ну, не без этого. Ну, а теперь о мужчинах, которые попадают в ситуации, будучи в состоянии, в том состоянии, в котором бывают некоторые мужчины по пятницам. Пьяный мужчина заснул в пригороде Лондона, а проснулся в Амстердаме. Просто вот ирония судьбы какая-то, так скажем, по... Да, по-английски. По-английски. Молодой человек после 16-часового, не знаю, кто достигал, беспробудного прощания с другом, который, к сожалению, скончался несколько дней назад, неожиданно для самого себя оказался в Амстердаме. Провел там целых три дня, дожидаясь перевода денег от знакомых, которые не верили, что Джеймс способен на такие подвиги. По словам путешественника, он не помнит, как, находясь в недократном состоянии, смог договориться с работниками аэропорта, чтобы улететь в Амстердам. В итоге, молодому человеку пришлось потратить последние деньги на шлепанцы, так как от пеших прогулок по столице Голландии он сильно натер ноги. Вот тебе и Амстердам. Да. Ну что, друзья, в Британию британский повар испек самый дорогой блин в мире. Послушаем рецепт. Ну, масленица у нас уже прошла, но тем не менее. Стоимость кулинарного шедевра почти 1000 евро, и подается оно с бокалом шампанского Дон Перьон. Основу для блюда составляет обычное блинное тесто из муки, яиц, молока и соли. После выпекания блин нарезают кусочками, и уже из них собирают порцию блюда. В состав готового продукта входят трюфели, икра-белуги, омар, лангустины и мидии. К блину заказчик получает три различных соуса. Вот так вот, со смаком. Ну ничего, все равно, это не наши блины, там, с икрой, там, так что... С тремя видами икры. Наших лучше нет, это точно. Конечно, конечно, друзья. Вот таковы новости этой недели. Какие будут на следующей, вы узнаете, естественно, из уже следующего эфира. Ну что ж, а мы на этом сделаем небольшую остановку в сегодняшнем вечере. Как обычно, это будет... Реклама? Оставайтесь с нами. Итак, друзья, в эфире «Вечерний джем». Как всегда, для вас мы работаем с живым звуком, и этот эфир не исключение. Ну и что ж, что же мы будем долго тянуть, или все-таки представим наших сегодняшних гостей? Ну, мы отправимся в долгожданный полет, как и обещала Северина. Сегодня у нас очень много гостей в студии, прекрасных. Хор ветеранов «Авиарябинушка». Здравствуйте, друзья. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Очень рада, что все в форме. Все в форме, да? Даже стюардессы у нас, так можно сказать, образно на борту сегодня. Так что полет обещает быть замечательным. Руководитель коллектива «Арпеник Аксузиан» у нас сегодня. Арпеник Курикеновна, здравствуйте. 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 Немножко давайте поговорим о самом коллективе. Когда он создавался? Кто был, может, первым руководителем? Хор создался при городском обществе инвалидов в 1999 году, то есть в 15 лет. То есть у вас в этом году юбилей же был? У нас был юбилей 21 февраля. Мы отметили его очень хорошо. Ой, ну вы об этом нам тоже расскажете. Обязательно. Ну, мы так понимаем, что вы не из самого основания коллектива. Да, нет. У нас первым руководителем была Елена Степановна Малышенко. Светлая память. И аккомпаниатором при хоре был Борис Степанович Тюрнин. Композитор. Вот его песню исполняет наш квартет. Квартет «Все женщины» с самого первого дня. Ну, квартет мы сегодня... А, то есть это вот у нас... Вот. Самый, самый вот... Эти женщины, они занимались с самого первого дня. То есть 15 лет. Вообще в репертуаре коллектива какие композиции? Ну, вот народные коми-песни. Композиторские коми-песни. То есть авторские даже есть? Да. Авторские есть, да? Да. Песни об авиации, естественно. Куда взяты? Через пять лет после создания хора, он был... Сначала он был рябинушкой. Присоединились пилоты, и хор стал авиарябинушка. Да, многочисленный пилот. А еще через пять лет мы стали заниматься при Доме развития культуры и искусства на Кирово-21. Сейчас там? Сейчас мы там, да. Как часто коллектив выступает? Очень часто. Мы только что, отметив юбилей, съездили в Усть-Кулон, выдержали такую дорогу, выступили очень хорошо. 28 произведений спели. Вообще на счету коллектива более 100 песен различной тематики. Но нам, конечно, больше всего и по возрасту, и по духу нам, конечно, удаются и желанные более песни патриотического звучания. Поэтому мы гости различных коллективов, как ДОСААФ, школ города, в Академию госслужбы, на сцене театра. Отмечаем различные, различные даты. Откликаемся, можно сказать, на все интересные даты. Готовы выступить на любой площадке? Да. На нашей площадке вечернего джема. Уже готовы выступить? Готовы. Ой, а мы готовы вас слушать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Печорских вертолетчиков, у которых 100 лет выслуга лета. Степан Кузьмич, кстати, Станислав Кузьмич, простите. Кузьмич. Вы летали на чем? Ну, я на разных типах. Я штурман по образованию. Штурману можно было на многих типах. То есть вы всегда показывали, куда надо лететь? Да. Это самое главное. Я освоил 13 типов самолетов гражданской авиации. Один бомбардировщик в военном авиационном училище. Но вы это всегда делали припеваючи, указывая путь, куда надо лететь? Всегда с песней? Ну, так штурман, ясно. Главное, запевала, в общем, да? Певает управляет, а штурман может и попеть. Все понятно. Как вы попали в хор, скажите, пожалуйста? Ну как, у нас товарищ, который, к сожалению, отсутствует, случайно попал в женский состав этого хора, и они попросили этого товарища, чтобы он пригласил мужчин. Дополнительные силы. И мы очень организованно пришли в этот хор. То есть вы привели с собой сразу несколько человек? Ну, это Юрий Александрович Боболев такой. Он не мог прибыть сюда по состоянию здоровья, но это его заслуга, что мужской состав он привел в хор. И вот мы здесь остались. Ну вот сейчас как раз мы женский состав авиарябинушки и услышим. Пожалуйста, просим вас. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что ж, друзья, вот такая замечательная песня исполнение женского состава хора авиарябинушка прозвучало. Ну а мы с вами очередной раз в небе остановку делать нельзя, поэтому что можем сделать? Что можно? Потом узнаем, но дальше больше, друзья. Что можно сделать в небе вообще? Не знаю. Вечерний джем продолжает свой ночной полет, друзья. Ну, пока еще вечерний. Сегодня у нас в гостях хор ветеранов авиарябинушка, который уже исполнен для вас замечательной композицией, и они обязательно еще прозвучат. Ну а мы пока продолжаем общаться с ним. Да, сложно назвать этот хор ветеранов, потому что такого запала даже и у молодых многих нет. За это вам огромное спасибо, и вы отличный пример для всех тех, кто сейчас наблюдает нас со своих экранов. Ну и хочется к вашему юбилею вернуться. 15 лет вам уже исполнилось, с чем мы вас, конечно, от души поздравляем. Арпения Куркеновна, мы обещали вернуться к празднованию юбилея. Прошел он у вас 21 февраля. Да. Скажите, пожалуйста, с каким размахом, что там вообще было представлено? Как это происходило? Как происходило? Ну, во-первых, нам отвели очень красивый зал гимназии искусств. Зал был полон. То есть свободных мест практически не было. Неудивительно. Мы нас очень красиво чествовали, поздравляли, награждали. И мы исполняли разные песни разных лет, можно сказать. Помогайте. Какие были песни у нас. И Бородино. Так. К столетию, к двухсотлетию. Пели мы песни о космонавтике. У нас был хороший проект к 50-летию космонавтики. Исполняли мы песни русские, народные. Мужчины у нас замечательно поют народные песни. Замечательно. Мы сегодня, кстати, его слышим или сегодня другой репертуар подготовим? Мы, конечно, подготовили другой, но мы, пожалуйста, можем спеть. Как вам будет угодно? Какие-то планы творческие после юбилея? Вот юбилей прошел, 15 лет пропели. Вусть влом, съездили уже. Теперь что? Какие-то планы есть в ваших сферах? Да. Теперь мы готовимся, конечно, ко Дню Победы. К фестивалю Красная Гвоздика. Это обязательно, это ежегодно. Святое дело. Но до того мы будем еще петь для авиации и охраны лесов. Будем выступать в Драматическом театре 20 марта. Далее, конечно, у нас будут концерты на площадках города. Обязательно. Это ежемесячно. Да, уже говорила. То есть у вас плотный график? Очень. Это хорошо. Это хорошо, потому что когда плотный... Скучать некогда. Плотный график, когда коллектив всегда в тонусе. Не расслабляешься. А то на лето распустишь, и все, потом не соберешь никого. Ну, у нас тоже здесь плотный график, да, ваших песен. Поэтому с удовольствием послушаем мужскую часть коллектива. Вдоль квартала, вдоль квартала, взлом шагал. Вася Крючкин, подходящий, запевал. А навстречу, шла на кульзане, спеша. Он воскасается в ушах, он воскасается в ушах. Увидала, Вася Крючкина, она улыбнулась, словно полная луна. А Василий понимает, что к чему. Маруся нравится ему, Маруся нравится ему. Он забыла, тут Маруся вернила, повернула. И за нами взрыв пошла, а наш Вася. Он забросил детский грамм, он заливался, как моя, он заливался, как моя. Тут возникла эта самая любовь, что волнует и тревожит нашу кровь. И Вася от волнения подымел, и снова песенку запел, и снова песенку запел. Так мы пели, но уже два и три часа, закрепели, потеряли по глазам. И не сдаемся, глазами играет кровь. И мы с темною за любовь, и мы с темною за любовь. Он видит взводный, что плохи наши дела. Эй, Маруся, да чего ж ты довела? Крику золотый, эту песню прекратит. Ну, значит, так тому и мы, ну, значит, так тому и мы. Дочь квартала, дочь квартала зла шагал, Васяюшки по приказу замолчал. А Маруся? Маруся в поле прогнела, в другую сторону пошла, в другую сторону пошла. Шикарная, шикарная песня. Ах, люблю я песни про Маруся. Прошу, пожалуйста, присаживайтесь, точнее, посадку разрешаем, как можно. Наверное, вам так привычно будет. Станислав Кузьмич, вы как штурманы, наверное, выполняли функции командира экипажа или нет? Нет, штурманы это штурманы. Командиры у нас отдельные, это пилоты называют. Первый пилот. Да, у нас, если большой экипаж, как в мою бытность, командир, второй, штурман, бортмеханик, бортрадист. Потом, со временем, с развитием авиации, сейчас сократились экипажи до состава в два человека. Только два пилота. Вся автоматика вытеснила другие специальности. Все меньше душевности. Станислав Кузьмич, а скажите вот за всех своих коллег, готовы ли вы хоть сейчас вот в небо снова? Хочется, наверное? Так здоровья не позволит. На учебу, словно. Здоровья не позволит. Я хочу сказать, что мы продолжатели лучших авиационных традиций. Наша молодость начиналась в коме управления, когда мы пришли юными товарищами после окончания гражданских авиационных училищ, военных авиационных училищ. Мы застали большое количество участников Отечественной войны, которые нас научили хорошо работать, научили, что такое авиационная геройка и научили, учили, как надо отдыхать. Мы от них взяли, от этого поколения, самые лучшие традиции. Вам, можно сказать, в какой-то степени повезло, да? Нам повезло с воспитательными. Я еще хочу остановиться. Наша молодость, вся летная карьера, мы свидетели тому, что министерские папаши своих отпрысков после окончания авиационных училищ присылали в коме управления на доучивание и на довоспитание. Потому что у нас настолько была порядочно поставлена воспитательная и подготовительная работа летного состава, у нас не было блата. Мы готовили летчиков, командиров корабля, только по их таланту. Это министерство знало, поэтому они всегда сюда присылали, что выйдут отсюда они людьми. Есть, есть чем гордиться. Еще хотел один вопрос вашу спросить. Вот северные пилоты, они как бы имеют какой-то особый такой статус по сравнению с... Конечно, конечно. Во-первых, видите, развитие коми авиации началось все с грунтов. Я вам в пример скажу, что длина полосы Воркуты составляла всего 920 метров. Без концевых полос безопасности и без боковых полос безопасности летать в Воркуту и в Норильске, аэродром «Надежда» был точно такого размера, пофамильно летали коми-летчики. Хотя и Норильск принадлежал Красноярскому управлению. Летчиков Воркутинских, Сыктывкарских принимали более, так сказать, надежно, чем даже тех товарищей. Вот, друзья, кто был ответственен за наше небо, надеюсь, что сейчас люди, которые сидят за штурмолами наших самолетов, не менее ответственно подходят к восполнению своих обязанностей. Ну, что касается самолетов, пилотов и, как говорится, ну а девушки, а девушки потом, но нет, только не в нашей программе. Прямо сейчас мы услышим женские голоса хора ветеранов «Авиарябинушка». И снова для вас, друзья, квартет «Авиарябинушки». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, друзья, начинается третье заключительное, или, наверное, четвертое заключительное отделение «Вечернего джема» сегодня. Давай напомним, кто у нас в студии находится. Ну, а находятся у нас потрясающие люди. Это хор ветеранов «Авиарябинушка», которая нас сегодня радует своим творчеством. Все мужчины, как видите, в форме, все девушки в соответствующих красивых нарядах, поэтому сегодня у нас молодой коллектив, это, можно сказать, без сомнения. И мы рады будем услышать, и думаю, вы тоже, особенно те, кто уже подключился к нашему эфиру раньше, будут рады услышать очередную композицию в их исполнении. Арпения Куркиновна, что это будет сейчас? Что споют мужчины? Арпения Куркиновна, мы споем «Дождливым вечером», то есть пора в путь дорогу. Мне бабушка эту песню пела, да, тоже любила ее петь. Ну что, давайте, я прошу вас, командуйте своим отрядом, авиаотрядом. «Дождливым вечером, 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 когда пилотам скажут прямо, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о домостях, и нашу песенку любимую споем. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. На любимых порогах хочу серебряным тебе крылом, пускай судьба забросит нам далеко, пускай ты всех только никого не допускай. Песня «Дождливым вечером» Песня «Дождливым вечером» Ну чтоб не сглазили подружки нас пудрявые Мы перед вылетом еще и поцелуем горячо И члежно плюнем через левое плечо Пора путь дорогу В дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем Над мирным погромом Качну серебряным тебе крылом Пускай все два забросит раздалека Пускай ты сердцу только никого не допускай Глядеть буду строго Вечер губит, а все, ты так и знай И так и знай Супер! Звучало устрашающе! Спасибо большое! Никто не забудет таких бравых парней Прошу садиться, пожалуйста Хочется спросить вот у женской составляющей коллектива Милые дамы, кого из вас микрофон Как вы себя чувствуете в компании таких кавалеров? Прекрасно! Очень хорошо, прекрасно! Прекрасно! А как вы давно поете? А для Рябинушки всего 15 лет? 15 лет, а у него 10 То есть до этого вы нигде не пели? Пели То есть поете, в общем-то, всю жизнь песня с вами? Да Здорово! Всю жизнь с песней Арпения Кукинова, как часто обновляется репертуар? Или вот настолько любимые всеми песни, которые, в частности, сегодня звучат, что нет в принципе смысла его обновлять? Или все-таки есть вот какая-то... Да, мы постоянно обновляем То есть об авиации у нас более 20 песен А по другой... В каждой новой дате у нас обязательно песня возникает Приносят сами хористы Находим, ищем И вот получается, что много песен У нас тематические концерты Я только хочу еще сказать У нас есть Юрий Михайлович Калинин Он сочиняет сам песни Поет под гитару У него есть диски Юрий Михайлович, кстати, выступал тоже даже в прямом эфире, когда была песня «Победность» Действительно Да, он тоже исполнял песни Владимир Федосеевич Сильченко Он тоже разыскивает постоянно новые песни Приносит Геннадий Васильевич Петров Постоянно в поиске И он поет песню «Вертолет», потому что он вертолетчик Он единственный вертолетчик здесь или нет? Да Единственный Поэтому у каждого есть свои пристрастия, свои находки А как часто, если вы выражаете спортивным языком, не тренируетесь, а естественно, как часто репетируете? Репетируем два раза в неделю И дополнительно может быть такое Если вдруг Которые концертами Да, дополнительно тоже можем позаниматься Станислав Кузьмич Ну, понятно, что на борту командир мужчина А здесь прекрасная женщина во главе такого хора Как вы относитесь к такому руководству женскому? Положительно, потому что летчики всегда к женщинам положительно относились Да, конечно Ответ исчерпывающий Ну, как относимся? Я думаю, что Арпения Куркинуна с такой боржой в 32 человека артистов бы не справилась, если бы мы, мужчины, ей не помогали Ведь это очень большой коллектив Его пока развернуть, пока мобилизовать, пока дисциплина, значит, конечно А после мы с вами по себе народ дисциплинированный Да, уже проще Ей повезло с вами, получается Не будем забывать, друзья, что наш коллектив состоит все-таки из двух половин И я думаю, что настал тот самый момент снова Которому мы будем, естественно, рады Как ты думаешь, какой? Ты догадываешься, наверное, вы Конечно, сейчас мы как раз услышим женские голоса Хора ветеранов «Авиарябинушка», а именно дуэт Слушаем? Итак, мы готовы, просим ПЕСНЯ 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 чтобы солист спел. Солист у вас Рудольф Салтыков. Вот так звучит. Но мы услышим чуть позже. Пока скажите, не угнетает ли мужская часть все-таки женская? Это, я так понимаю, малочисленный состав? Нет. Потому что за ними еще есть 14 человек. Ах, вот он. Ну тогда мы спокойны. А сколько вообще в хоре человек? В хоре 33 человека. Боже мой. Это у нас не вся авиабаза сегодня вылетела. Но тем не менее, так сказать, внушительная часть. Значит, в этом году вы планируете активно выступать? Да, я так понимаю, летом в том числе? Да, летом. Потому что у нас день авиации летом. В этом году 85 лет коми-авиации. Серьезно, да. Большую программу. На будущий год 70 лет победы Великой Отечественной войны. Я вам сказал, что мы тематические концерты готовим. Значит, вот что я перечислил. А после еще к 8 марта. Значит, ну и к другим праздникам. Мы тематические. И по заявкам, значит, школ. Мы даже, вот в 12-й школе в прошлом году, посвященной краснодонцам, мы 4 концерта дали всей школе. То есть, чисто тематический концерт. А вот как дети воспринимали? Как дети воспринимали? С восторгом. Настолько воспитано было. Вот мы 4 концерта дали в 12-й школе. Тишина. Все наши песни доступны для учащихся. Это говорят, что нынешняя молодежь не понимает. Прекрасно понимает, если хорошие песни. Не сомневаюсь. Если правильно донести. А это, в пример, другим школам. Я думаю, что вы открыты, да? Мы по другим школам. И первая, и вторая, и 21-я. И мы очень много школ прошли. Везде нас принимают. И учащиеся, ну, с затаённым дыханием. Вот тоже, какие песни мы спели, они им очень нравятся. Ну, без сомнения. А скажите, пожалуйста, вы говорили в начале передачи о том, что вы с Кулом ездили, да? Да. Другие районы посещаете? Были в Карпкиросе, были в Лозаме, были в Шошке. В Иженге. В Уст-Цильму даже ездили? В Уст-Цильму ездили в 12-м году. На 470 лет села. То есть вот... Вот как раз Варвара Андреевна ездила, Маргарита Ивановна. Ну, и я... Путешествующих. Это здорово. Да. Это здорово, друзья. Ну, а сейчас мы отправимся опять в музыкальное путешествие. Что мы сейчас услышим? Мы сейчас услышим солдатскую шуточную. О! Пожалуйста. Это нам нравится. Были мы вчера сугубо штатскими, Провожали девушек домой, а сегодня с песнями солдатскими Мимо них идем по мостовой, не глядим Раз-два, раз-два, раз-два Нами летом и зимой морозною, не до голубых и кореглаз Техника военная, серьезная, требует внимания от нас день и ночь Раз-два, раз-два, раз-два Только вы не плачьте, гримычные, слезы портят девичье лицо У солдата время есть личное Написать подруге песнецом Или два Раз-два, раз-два, раз-два Сразу станет милее понятно вам От кого конвертик голубой Если вместо адреса обратного Только номер почты полевой и печаль Раз-два, раз-два, раз-два Будем переписываться чаще мы Это нам разруку сократить Ежели любить по-настоящему Время незаметно пролетит Года два Раз-два, раз-два, раз-два А зато потом уж дело ясное После службы мы домой придем И тогда, как воины запасные Мы под рук под ручку поведем Мы под рук под ручку поведем Прямо, зас! Вот так и надо Учитесь, дорогие современники Снова просим вас, пожалуйста, занимать места Ну, сегодня просто на самом деле Потрясающая энергетика Льется с экранов Я надеюсь, что вы ее чувствуете По крайней мере, вот в студии Мы ее воспринимаем Действительно, когда вот поют вживую Тем более, вот такие песни Это очень здорово Чем и примечательно, что в вечернем джеме Живой звук, дорогие друзья Наслаждайтесь! В современном мире такого мало К сожалению Ну что же, хочу обратиться снова к руководителю Скажите, пожалуйста, а наверняка принимал коллектив Участие в каких-либо музыкальных, певческих конкурсах? Или нет? Да В 11-м году мы принимали участие в конкурсе к звездам Выступали среди других коллективов Или вот недавно Это было в Сыктывкаре, да? Да, в Сыктывкаре Пока что мы не выезжали А хотелось бы У нас есть мечта Тем более, авиация снова в коме возрождается Поэтому, товарищи спонсоры Можно обратить внимание Тут есть готовые к полетам, перелетам люди Когда был у нас юбилей Мне хотелось сказать Что у нас есть мечта Выехать за пределы республики Да, и мне, конечно, хотелось бы сказать Что у нас бессменный наш аккомпаниатор Валерий Филиппович Хозешев А еще, что в наших рядах есть депутат Так Вильтор Борисович Вильсовский Все серьезно? Так У нас все Все серьезно, да Если кто-то захочет, допустим, приобщиться к коллективу Стать участником Проходят ли какие-то прослушивания? Есть ли вакансии? Вакансии есть Особенно, как сказать, в мужской состав хора Мы прослушиваем Чисто вот Локальные какие-то данные И интонационно Как исполнять Я уже вот сегодня даже договаривалась О том, чтобы к нам пришел Опять новый человек Нас находят Приходят Можно сказать Никому не отказываем Быть пилотом при этом обязательно? Ну, я думаю Желательно Желательно, да Но если, так сказать, песня Если кладет, да То есть душа просит песню Можно и, так сказать, приобщиться К пилотам, да? Можно Принять в ряды Какие-то еще вот Есть, скажем так, планки Которые бы вы хотели взять Помимо вот выезда за пределы региона Может быть в творческом характере Да Нам бы хотелось, конечно Вокально подрасти Освоить, например Трехголосное пение Оно у нас бывает В некоторых произведениях Есть такие у нас Мой отец был солдатом Или Среди долины ровные Рябинушка У нас Получается трехголосие Но нам бы хотелось еще Чтоб было оно более плотным Более убедительным А что для этого, кстати Вот, если так вкратце Что для этого надо? А для этого надо Побольше труда Терпения Выучить И все получится Ну, тогда я думаю, что вы справитесь Думаю, да Будем надеяться Думаю, да Что вы вместе Жаль, что мы, конечно В нашем студии не смогла вместить сегодня Все 33 человека Да Как в русских народных сказках 33 Богатыря Практически, да И богатыря, и девицы-красавицы Все у нас есть Ну что ж, подходит К сожалению, эфирное время Вечернего джема к концу В этот раз И, как и всегда, в общем-то И сейчас в заключении Мы надеемся услышать Общую композицию, да Я так понимаю Пожалуйста И женские мужские голоса Мы споем песню Ребята 70-й широты Вот так Ну, вот так и встаньте Давайте сформируем Да Встаньте Так Всех развития Белой ночью Бегут олени И синеют сплошные льды А на десятой Параллели В это время Светут сады А нам не страшен Ни волги яды Ни холод вечный Ведь мы ребята Ведь мы ребята Ведь мы ребята Семидесятой широты Ведь мы ребята Да-да Мы ребята Да-да Семидесятой широты Если надо Значит надо Значит будут И здесь сады Пусть метели Бушуют рядом Надо будет Ростов и льды А нам не страшен Ни волги яды Ни холод вечный Ни злоты Ведь мы ребята Ведь мы ребята Семидесятой широты Ведь мы ребята Да-да Семидесятой широты Пусть морозы И пусть тревоги Пусть сугробы Встают Крутки Мы проложим Пути дороги По законам Своей мечты А нам не страшен А нам не страшен Ни волги яды Ни холод вечный Ни злоты Ведь мы ребята Ведь мы ребята Ведь вы ребята Семидесятой широты Супер, супер, друзья Вот эти песни были написаны, пелись и поются теми поколениями, которые до сих пор, друзья И, думаю, еще много лет может служить для нас с вами отличным примером, на который мы с вами должны равняться От всей республики, от всех наших телезрителей вам низкий поклон за то, что вы делаете И за то, что вы сегодня в нашей студии Спасибо вам большое И 15 лет это только начало? Да Вот Спасибо вам, друзья Ну что ж, и на этом мы будем завершать наш сегодняшний эфир Всем, кто был с нами, друзья, удачных новых 7 дней, удачных событий в жизни Хороших выходных, конечно Ну и весна набирает обороты, это тоже хорошо, пусть это ощущение весны пронизывает вас насквозь Всего хорошего, до свидания Спасибо вам, молодцы В этом году Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»